Объединяет более 60 тысяч человек и 2 тысяч коллективов по всей стране. Всероссийский хоровой фестиваль 2016 объявил начало регионального этапа. В Неницком округе он прошел в три этапа, завершился большим галоконцертом и объявлением победителя. Он представит Неницкий округ на следующем этапе конкурса в Санкт-Петербурге. Всероссийский хоровой фестиваль для коллективов Неницкого округа – возможность показать свои достижения. В течение года ансамбли и творческие группы усердно работают над репертуаром, словом и голосом. Как оказалось, у жителей России и даже округа они разные. Николай Пифановский не одно десятилетие изучает голосовое многообразие региона. Ускара – это одно. Там как бы к Ямаланейнскому, те хотели там хорошие голоса. Каратайка – она смесь коми и языка, и в том числе и произношения. Ближе вот здесь, кто на печоре, голоса в основном это высокие. Поэтому и Северный хор раньше набирали из Виски, из Макарова, очень много есть хормейстеров было, хормейстеров из Наринмара, высокие голоса. А вот низкие такие грудные голоса – это уже, начиная, волковая, пёша там, где есть хайга. На хоровом фестивале 2016 можно услышать 22 разных звучания. Именно столько участников приехали на региональный этап. Каждый коллектив должен представить разнообразный репертуар, в том числе песни о капелло. Песенный клуб-кооператор приготовил патриотическую программу. Песни о войне, любви к родине, душе русского человека, их конёк. И неважно, что большая часть группы занимаются пением как любители. Во-первых, это круг общения людей. Вот они идут сейчас в поживом возрасте, они идут петь. Они, во-первых, здесь общаются, а во-вторых, они развивают свои певческие навыки. Они учатся петь, правильно петь. Они к этому стремятся и слушают. Всеми красками на сцене блистали не только голоса, но и костюмы участников. Бархатные с золотым шитьём у хора посёлка Индига, исконно русские сарафаны с кокошниками у телевисочных певцов, переливающиеся всеми цветами солнца у сцелёмские юбки. Именно их красоту отметила жюри на церемонии закрытия регионального этапа. Всем служителям народной песни вручили дипломы разной степени. Ну а гран-при достался озорному и голосистому вокальному ансамблю «Соловейка» из Тельвиски. Теперь им предстоит защитить честь региона на уровне федерального округа в Санкт-Петербурге.